Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня продолжаем разговор на наболевшие темы. Говорим, естественно, о наших любимых финансовых рынках. Сегодняшний разговор поддержат мои гости, уважаемые мною, ну, практически любимые мои коллеги. Сегодня в студии Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент». Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. И Алексей Рыбаков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Трейд Портал». Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Как ваше настроение, уважаемые друзья? Настроение шикарное. Шикарное, потому что начался квартал, и вы нас пригласили. Так. И вчера других аналитиков. Ну, в общем, это очень почетно открывать квартал, я считаю. Да, да. Ну, вчера Лена была, Лена, потому что ты ей право открыть квартал, потому что уступишь всегда. Лена Чернолеска была. Я также отмечу, что выборка будет не совсем репрезентативная, но каждый раз, когда я прихожу, всегда на улице хорошая погода. С учетом того, что сегодня октябрь, и видит солнце, и теплую погоду. Я вообще предлагаю на этом и закончить, и пойти действительно погулять, подышать немножко. Потому что я, кстати, я с тобой согласен. Я чувствую, связь какая-то есть у нас с теми, вон, с теми. Я вверх сейчас руки воздел. Связь есть. Как только сухой остаток, сразу все хорошо. Настроение прекрасное, погода отличная. Дай бог, дай бог. Ну что ж, замечательно. Я напомню, уважаемые слушатели, у вас есть возможность позвонить. Телефон в студии 6510-996, код Москвы495. Сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственными мнениями. А тема сегодняшняя... Внимание, я сейчас ее несколько сконцентрирую. В одном слове сконцентрирую. Сейчас объясню, почему. Я бы назвал ее так. Даколе. Даколе, Андрей. Даколе, Леш. Понимаешь, я смоделирую ситуацию, да? Ну, это не совсем про меня, но предположим, может быть, про вас, кстати. Приходите домой, супружница встречает. И говорит, ну, друг мой, ты мужчина или не мужчина? Когда деньги-то ты будешь зарабатывать? Когда принесешь денег-то мне уже? Скоро Новый год уже, понимаешь? Надо мне-то вот обновки. Одно, второе, третье, да? Калоши. Кокоши и Татоши. Новые. Ну, мало ли. Список большой. И что делает Андрей? Смотрит и говорит, дорогая, извини. Рынки-то вон что, рынки-то какие-то сейчас не дают возможность зарабатывать, понимаешь? И возникают проблемы уже на коммуникативном уровне, на семейном. А это всегда плохо. Я всегда по этому поводу переживаю. Поэтому вопрос звучит так. Даколе, когда же финансовые рынки созреют для движения? Когда же, в конце концов, мы получим возможность зарабатывать? Вот пока обдумайте, да, неожиданно так изменившийся, может быть, контекст сегодняшней темы. Я, тем не менее, отвлекусь на секунду буквально, да, картина маслом традиционно. 18.07 Америка открылась, и мы говорим о том, что же происходит на финансовых площадках. Американцы вяло-вяло. Доу-Джонс одну десятую теряет, да, СНП практически рядом с Ватерлинией сейчас находится. 1444 хорошая какая котировка. РТС по итогам, вот, ну, там, зачастую, да, без малого до закрытия теряет чуть меньше процента. ММВБ чуть больше полпроцента, ну, примерно то же самое. 1480, кстати, текущая котировка ММВБ, индекса ММВБ. Ну, и в районе 1500 РТС сейчас находится. Значит, что мы видим на сырьевых площадках? Нефть марки Брент в районе 111 долларов за баррель. Золото, ну, собственно, практически, да, без изменений, там, внутри дня оно колышется, конечно, но так в районе 1780 уверенно держится. Индикаторы валютного рынка сегодня также, да, в узких диапазонах ходят. Евро-доллар забрался, кстати, опять выше 1.29 и стоит там, не хочет уходить. Причем ни туда, ни сюда он не хочет уходить. Видимо, это с чем-то связано. Надо сейчас об этом тоже поговорить, не забыть. Основной набор голубых фишек сегодня все-таки в красном цвете. Ну, и лидерами, как мы говорим в таком случае, падение сегодня. Можно отметить акции Роснефти, обычка Ростелекома. Север Сталь теряет 2%, в моменте я наблюдаю Уралкалий. Вот, ну, ВТБ, кстати, над водой 1% сегодня прибавляет. Видимо, чего-то не так. Лучший рынок он, да, как мы говорим. Вот такая вот картина маслом на текущую ситуацию. Ну, еще раз я возвращаю. Не дают финансовые рынки работать. Кстати, Лена, вчера замечательную идею, Андрюш, тебе понравилось, я думаю, предложила. Что происходит? Расти не можем, потому что есть планка. Она говорит, до планки доходят, всех сливать начинают сразу. А падать вроде бы сейчас вот нет оснований. Воли все наобещали денег, там, вон еще, да, говорят. Кстати, одно из важных событий, я уже, так сказать, заканчиваю свое вступление и начинаю слушать вас. Одно из важных макроэкономических событий сегодня неожиданно, ну, для меня, по крайней мере, я знаю, может, у вас другое было ожидание. Неожиданно Резервный банк Австралии снижает процентную ставку сегодня. Леш. Я в конце августа говорил о том, что вот как раз из-за поведения валюты я ждал вот этого события. Да, потому что если мы посмотрим последние полтора года, как работают центральные банки, то вот как раз после центрального банка Австралии можно ожидать смягчения со стороны Южной Кореи и со стороны Китая. И вот как раз перед уходом на длинные выходные китайские власти говорили о том, что все-таки вот сейчас мы будем стимулировать нашу экономику. То есть ты хочешь сказать, что в следующей неделе они приходят и что-то такое? И вполне вероятно, но я думаю, что китайским властям больше ничего не остается, потому что если посмотреть на статистику, которая выходит и именно на грузоперевозки, как в абсолютном выражении, так и в относительном, то год к году, например, они упали порядка 9%. Поэтому они прекрасно понимают, что у них идет снижение по всем фронтам и они могут двумя способами поддержать. Либо через монетарные стимулы, либо через инфраструктурные проекты. До этого они говорили про одно и про другое, пока действия не увидели. Поэтому я думаю, что до середины, максимум до конца октября о Китайском Центральном Банке мы еще услышим. Но безусловно, это будут позитивные нотки. Ну позитивные, да, стимулирование позитивное. И если уж, я прошу прощения, мы заговорили о ставках рефинансирования, ожидается на этой неделе, да, вы знаете, три практически значимых заседания, но все-таки мы будем смотреть более пристально на одно из них, это заседание ЕЦБ по ставке. Ну, твое мнение прежде всего, поскольку мы об этом заговорили, как ты думаешь, есть ожидания, что снизят ЕЦБ ставку? Сейчас нет, потому что последние данные по индексу потребительских цен, как в еврозоне, так и по отдельным странам, все-таки повышение цен на нефть, оно с лагом в 2-3 месяца дает о себе знать. Я думаю, что сейчас ЕЦБ будет занимать выжидательную позицию, потому что базовый сценарий у них 2%, пока у нас инфляция находится выше этого таргета, поэтому сейчас они займут выжидательную позицию. Инфляционное ожидание в Суське присутствует. Безусловно. Причем сегодня индекс цен производителя выходил, он тоже выше ожиданий, да, я с тобой согласен. Хорошо, ну и Андрюш. Давайте поговорим, интересно, мужчина или не мужчина. У нас как бы, у нас передача пошла не туда, чем... Ну, извини, пожалуйста, это я виноват. Я сразу скажу, вы сказали, мужчина или не мужчина, можно зарабатывать на рынке. Все, все, прошу прощения. А какая-то Австралия, где Австралия, вы были в Австралии? Я не жил. К сожалению, не добрался. В Австралии там кенгуру, кстати, там кенгуру. Австралийский доллар, так, кличут на рынке Форекс, если вы знаете. Вот, я вот хочу сказать, что мое мнение, что, может Алексей сам согласится, что на рынке нельзя зарабатывать, это разговор о пользу бедных. Это либо те люди, у которых свой бизнес, им просто некогда. Вот, а если профучастник рынка говорит, что на этом рынке нельзя зарабатывать, наверное, лучше сменить специальность. Не, подожди, я же не говорю, что на рынке нельзя зарабатывать. Я говорю, что жена спросил, ты когда придешь, денег принесешь? Спрашивает профучастника рынка, вот она, пускай мне жена спросит, я ей скажу, что я заработал 5% в прошлом месяце, вот. И причем я половину месяца был на отдыхе. Вот. Поэтому можно, и даже вот можно, и нужно зарабатывать, дает хорошие возможности, мы обсудим, надеюсь, да? Конечно. Как мужчина? Три мужчины. Мы поговорим по-мужски сегодня, в конце концов, сейчас мы втроем сам. Я небольшую ремарку вставлю, то, чего мы ожидали в сентябре, повышение волатильности, оно состоялось, если взять тот же индекс ММВБ, он от уровня 1480 сходил на 1550 и обратно спустился вниз. В итоге прибавка составила 1%, но если посмотреть амплитуду, то мы фактически сходили 6% вверх, 6% вниз. То есть, в любом случае, даже если ты стоял в какой-нибудь позиции, ты смог заработать. Можно вам руку пожимать? Нет, друзья, подождите, там с руками, да, ты стоял в какую-нибудь позицию, главное, чтобы у тебя не было плеч там вот такого размера, да, и чтобы у тебя маржин-кол не случился по дороге. Вот это нормально. Это тоже другой вопрос. Нет, это профессионально. Кстати, я все-таки, да, я принимаю, я принимаю в свой адрес твою критику, но тем не менее, смотри, мы говорим о профессиональных участниках рынка, которые действительно могут на любом рынке зарабатывать, потому что они профессионалы с большой буквы. А все-таки, если уж позволите, да, наша программа, она рассчитана на широкий, на более широкий круг аудитории, где не только профессионалы, а где и любители, ну, в хорошем смысле этого слова. А любитель любой, да, если говорить о пассивном инвестировании, говорит так, я сейчас покупаю вот этот вот инвестиционный инструмент и буду ждать, когда он вырастет. И вот если вы говорите о любителях, да, вот он купил там или не купил, мы его советовали там откупать-то, да, много рекомендаций было и летом, а он не растет и не растет, и не растет, и не растет, и любитель звонит мне и пишет, говорит, Олег, что вы там мне советуете, а когда, где деньги, куда деньги делал? Ладно, 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 все, я понимаю, значит, сейчас в мой ответ опять последуют реплики, мы сейчас слушаем новости в исполнении Насти Юрьевой, великолепно, кстати, она это делает, а потом продолжаем разговор. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, на Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев, обсуждаем сегодня перспективы ближайшей, а может быть и не очень, финансовых площадок, тема, когда же рынки созреют для серьезного движения, ну, под тема такая, под тема, когда будет, появится возможность заработать на ней, не только профессиональным участникам. Сегодня в гостях у меня, еще раз напомню, Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент», и Алексей Рыбаков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Трейд Портал». Добрый вечер, еще раз. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-996, код Москвы495, звоните, задавайте вопросы. Также сайт компании «Финам.ФМ», пишите, задавайте вопросы, ну, или просто делитесь собственным мнением. Ну что ж, давайте начнем, я с удовольствием слово, Андрей, тебе предоставляю. Часика хватит? Часика хватит, да. Ну, что вам сказать про Магадан? Не надо сразу про Магадан, давай что-нибудь повеселее. Я-то думал, на самом деле, когда уходил в отпуск, уезжал, кстати, в проблемную спальню, я-то думал, что у нас первая половина – это стояние на месте или рост, а вторая половина сентября – все обрушится, причем обрушится страшно. И по итогам месяца где-то мы будем иметь 5-7% сентября. Поэтому я на белом глазу перед отпуском закрываю половину позиции и жду, когда страшно обрушится. А вот сейчас приезжаю, откупаю назад и вижу, что обрушилось, но не страшно. Да, вот я тоже думаю. По итогам месяца там 2,5% индекс ММБ имею в виду, 2,5%. Хорошо, значит, я сформировал позицию, значит, которая стоит из-за металлургов. Вы знаете, я их очень люблю. Да, да. Хотя у меня папа не был, металлург он переводчик с английского. Ну, у тебя, видимо, другие какие-то ассоциации. Видимо, да, значит, Сбербанк-Прев, Сбербанк-Обычка и Сургут-Нефтегаз-Прев, который мне ничего не показывал в последнее время почему-то. А зачем ты его откупаешь тогда каждый раз? Бумага, на случай Кирдыка. Понятно, это важно. Сейчас я уже жду нового, может, я медведь на самом деле. Я сейчас жду середины октября, жду на следующей неделе, начнется отчетность выходить в США, да, и думаю, какая-то будет очередная просадочка, и уже собираюсь закрыть все позиции середины октября, потому что хочу дождаться этой просадочки. Но отчет металлургов я не знаю, потому что, мне кажется, по-любому они будут, может, Алексей мне сейчас поправит, но мне кажется, что они будут лучше рынка. Алексей, ваше мнение? Я здесь могу согласиться, с одной стороны, с другой стороны нет. Если будем говорить о том, как вели себя бумаги в целом сектора, то можно говорить о том, что в Северстале и в Новолипецком комбинате, безусловно, были серьезные покупатели. Это мы видим сейчас на ценниках. Также эти бумаги, с точки зрения финансовых показателей, лучше рынка. Если мы возьмем Распадскую, вот сегодня Мечил отчитался, там, скажем так, операционные, производственные результаты есть с чем поспорить. Если мы будем говорить в целом по секторе, я не уверен, что металлурги будет лучше рынка при снижении. Но отдельные бумаги из этого сектора могут быть лучше рынка. И в дополнение я также отмечу, что при снижении сейчас лучше покупать те бумаги, которые себя проявили с точки зрения как дивидендной доходности, так с точки зрения именно финансовых показателей. Мне нравится потребительский сектор, и мне нравятся нефтехимия и удобрения. Из удобрений, ну, мой фаворит, он уже давно, я его не устаю повторять. Повторяй, повторяй. Фосагра. Фосагра. Уралкалий, там есть четкая стратегия, что 230-240 рублей, оттуда будет байбэк продолжаться, 60% лимита еще осталось. Поэтому, если увидите Уралкалий в районе 240 рублей, и за стеной у нас не будет где-нибудь индекс стендерда пулс в районе 1000, то Уралкалий это та бумага, которую, безусловно, нужно подбирать. Там будет стоять ваш жирный бит на покупку. Вы вчера, кстати, обсуждали, что-то вспоминали, я уж не помню в каком контексте, незабвенный восьмой год, когда все падало, и как раз цифра по Газпрому родила вчера, вспомнилась вчера, да, 88 рублей, это было в ноябре или в октябре, что ли. Кстати, Уралкалий стоил, дай бог памяти, что-то в районе 50, по-моему, что ли, нет? Не помнишь ты в восьмом году? Ну, там, с учетом того, что после этого были сделки слияния и поглощения, сейчас уже говорить о стоимостном выражении было бы не совсем корректно. Но, по-моему, там в районе 60 рублей он стоил, и вот дальше рост пошел очень серьезный. А как же, я хотел спросить, на правах ведущего почти, как же, как же, как же, вы говорите, что Китай, там хорошо, сейчас будет экономика, и тут же говорите, что металлурги, фу, 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 да, не будут выше рынка. Как же, если в Китай пойдет, извините меня, жор акций, жор акций, то и металлурги тоже будут выжирать? Ну, знаете, здесь, если с точки зрения фундаментальных причин, то, безусловно, здесь можно причинно-следственные связи искать. Но для меня, в первую очередь, есть такой коэффициент бета, который как раз показывает о том, что в этих бумагах есть спрос, и пока этот спрос, он достаточно силен. Если инвесторы, у которых есть деньги, они вкладывают в Россию, в том числе и в Нустре, считают, что у Северстали и у Новолипецкого комбината все будет хорошо, то они будут туда вкладывать деньги. Также нужно отметить, что у Новолипецкого комбината и у Северстали, у них с дивидендами с каждым годом становится все лучше. Это также будет поддерживать определенный спрос на бумаге. Спасибо, милица металлургов, что вы поддержали этот сектор. Все-таки в конце поддержали. А вот ноябрь меня очень волнует и декабрь, опять от лица. Я, честно говоря, считаю, что рынок войдет в бочину, можно сказать, грубо. Не надо грубо, кстати, у нас сейчас есть ограничения, я тебя забыл предупредить. В 18 лет. Войдет в боковой диапазон, и мне кажется, ничего уже в ноябре, в декабре мы интересного можем и не увидеть. А что-то, собственно, интересного в ноябре, в декабре? Ну, я думаю, что может быть выработан некий боковой диапазон, связанный с окончанием финансовым скалой и с плохой отчетностью, которая может выйти за очередной насчет. И вот начнется вот такой запилы, как запилы, это можно говорить в 18 лет? Можно, запил. Запил, заел, если ничего плохого нет. Вот как вы считаете? Или вы надеетесь на продолжение роста в ноябре-декабре? Ну, с учетом того, что моя стратегия, она больше похожа на лонг-шорт, я здесь говорю, для меня главное, чтобы была волатильность в первую очередь и определенные дисбалансы на рынке акций. Если говорить о долгосрочной перспективе, с точки зрения фундаментальных причин, я вижу рынки ниже. С точки зрения монетарных стимулов, я также вижу рынки ниже. ФРС в главе с Беном Бернанке идет японским путем, и мало кто об этом знает, о том, что когда он еще работал и преподавал в университете, он консультировал правительство Японии по выходу из кризиса. И вот, кстати, очень есть хороший график денежного агрегата М3. Во время бума он вырос на триллион долларов. Статовский ты имеешь в виду, да? Нет, нет, японский. А вот за последние 12 лет он всего лишь на 200 триллионов вырос. Вот, поэтому это говорит о том, что, что бы ни делал Бен Бернанке, те дисбалансы, которые накапливаются 20-летиями, он их не исправит. Поэтому, если остатки свободной ликвидностью будут выходить на рынки, ну, по крайней мере, не упадем так сильно. Я считаю, что, если говорить совсем глобально, то теперь мы будем торговать такие широкие боковики пунктов так по 500 по индексу ММВБ. Мы не доживем до этого. Скажите, ноябрь-декабрь и все. Ноябрь-декабрь. Я, 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 сейчас, сейчас, брэк, это называется брэк. Вообще, мне нравится сегодняшняя наша программа, действительно, мы втроем собрались. А чем говорят мужчины? Фильм такой был. Ну, фильмы не будем сейчас всякие, так сказать, озвучивать. У нас действительно великолепная сейчас идет дискуссия. Значит, брэк я временно говорю вам. И хотел бы поблагодарить Лешу за великолепную, ну, интересную, на мой взгляд, метафору. Вот этот японский путь, японский путь. В сознании обычного обывателя, ну, кто-то хорошо знает японскую культуру, кто-то хуже. Я сейчас даже не о финансовом пути говорю. Японский путь, как правило, заканчивается одной неприятностью. Да, особенно путь война. Ну, вот я об этом и говорю. Вот нет ли здесь некого символичного такого намека, да, на то, как окончит господин Бернанки, ну, фигурально выражаясь, да, и же с ним. Ладно, хорошо. Давайте продолжим. Вот, на самом деле, суть вопроса именно в этом, да. Ожидания Леша свои, собственно, озвучил. Ну, вот, я так понимаю, Андрей, ты хочешь конкретно, да, на более краткосрочный период какие-то увидеть? А фэдкосрочный, да, я высказал свою позицию, да, я сейчас смотрю, ну, вчера я писал, честно говоря, что Роснефть и Транснефть могут быть привегированы хуже рынка по определенным, чисто по техническим причинам, которые даже сейчас не буду озвучивать. Металлурги, я считаю, будут лучше рынка, о чем я, Катя, сказал. Я считаю, что будут подбирать привегированные акции, если начнется снижение. Но, в целом, я считаю, что уже сейчас мы отыгрываем этот рост, и в ноябре-декабре ничего интересного дальше не будет. Ну, такой диапазончик. Ну, да, да, я вот как раз к этому веду, да, значит, будет диапазончик, да, будет какая-то, как ты ее называешь, романтичная пила, ну, то есть, понятно, горизонтальный тренд, да, если более техническими терминами. Но вопрос, тем не менее, когда рынки созреют для серьезного движения, вот на этот вопрос, мы можем сегодня дать, ну, хотя бы приблизительный ответ? Я так понимаю, до конца года не будет этого, да, серьезного движения. Или движения в рамках, там, широкого диапазона, тоже несерьезное движение. Давайте вот немножко с другой стороны посмотрим. Смотрите, ситуация складывается следующим образом. С одной стороны, все прекрасно понимают о том, что реальная экономика, у нас не все хорошо. С другой стороны, при таких монетарных стимулах не инвестировать, тоже кощунство. Если посмотреть на индекс ММВБ, то здесь как раз нужно посмотреть на те диспропорции, которые есть. С учетом того, что «Газпром» у нас очень слаб, с учетом того, что «Сбербанк» недавно стоил 98, сейчас 93, и посмотреть на основные другие три голубые фишки, это «Роснефть», «Уралкали» и «Лукойл», то в данном случае, как вариант, почему бы не сыграть на том, чтобы купить «Сбербанк», «Сбербанк-Прев», «Газпром» и зашортить «Роснефть», «Уралкалий», «Лукойл» и «Татнефть». Я вам скажу честно, я последние четыре месяца только и делал, что занимаюсь шортом «Татнефти». Это потрясающая бумага, где есть четыре классных уровня. Это 200 рублей, 204, 208 и 212. Вот от этих уровней я накапливаю позиции, это очень хорошие бумаги, которые ходят вместе с рынком. Поэтому вот именно к чему я хочу подвести... Но позиция исключительно короткая, я так понимаю, у тебя под «Татнефти». У меня лонговые короткие позиции, то есть я смотрю те бумаги, которые недооценены рынком, и наоборот переоценены с точки зрения фундаментальных технических характеристик. То есть взять тот же самый «Роснефть» — 213 рублей. Потенциал при максимальном позитиве — 225 рублей. Хотя, с другой стороны, «Роснефть» может также стоить 195 рублей при прочих равных условиях. Поэтому от «Роснефти» в данном случае лучше играть в короткую позицию. Тот же «Газпром» лучше накапливать. Потому что в любом случае «Газпром» — это та фишка, которая при росте рынка... Она хоть и растет последней, но она растет. Многие накапливали по 300 рублей, потом вот 200 накапливали. Ну, они до сих пор копят, я так понимаю. И по «Сбербанку», кстати, я хочу сказать, чтобы все слышали. Я не согласен, что человек говорит, что надо покупать «Сбербанк». Зря вы позвали такого упертого бэкапа «Сбербанка». Потому что цикл повышения, понижения, снижения ставок закончен. Дернули ставку на 0,25. Неожиданно, да? Если сейчас... Ну, вот как бы вся история показывает, что если цикл закончен, да, снижение ставок, то банковский сектор, как бы, ему ничего интересного дальше не будет. Я говорю с точки зрения «Сбербанка» именно из-за того, что это самая ликвидная фишка. Если рынок будет расти... Тогда не зря. Алексей, вот тебя позвали не зря. Великолепно. Теперь еще один небольшой брэк. И я на всякий случай, друзья, у нас есть неискушенные слушатели. Поэтому фраза Андрея в отношении Леши «Зря вы позвали этого упертого быка» нужно воспринимать с точки зрения Лешина позиции. Он покупает. Это позиция бычья, это термин рыночный. А то, что он уперт, он твердо стоит на своей позиции. Итак, внимание, слушаем новости в исполнении Насти, потом продолжим. Итак, уважаемые слушатели, мы продолжаем программу «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Собственно, тема сегодняшнего разговора – бурной дискуссии, я бы даже сказал, когда развернулась в этой студии. Она мне очень нравится, нравится и моим гостям. Тема эта не тривиальна, а может, наоборот, банальна для нас. Тема, куда движутся финансовые рынки, когда, доколе, ну и так далее. Напомню, в студии сегодня Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу инвестиционной компании «Церик Кэпитал Менеджмент», и Алексей Рыбаков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Троэйд Портал». Так уж случилось, что сегодня эта тема, объединяющая, в принципе, и нас с вами, и уважаемых гостей сегодня, естественно, для меня она тоже не посторонняя, все-таки ставят по разные стороны баррикады, ну, ладно, баррикады – не хорошее слово, разные позиции озвучивают сегодня мои гости и в какой-то степени даже друг к другу не соглашаются, что, естественно, добавляет некого драйва. Продолжаем разговор об этом. Я позволю начать следующую, третью часть нашей программы с вопроса, который поступил к нам на сайт. Наш слушатель Юрий. Вопрос замечательный, и я прошу на него ответить. Вопрос следующий. Здравствуйте, уважаемые гости. Как вы считаете, не пора ли создавать отдельную биржу для роботов или, по крайней мере, повышать комиссии за пользование данными программами? А то несправедливо получается, пишет Юрий. Сидишь целый день перед компьютером, портишь зрение, воюешь без толку с этими роботами, а кто-то в это время на отдыхе с помощью этих чудовищ сверхприбыль получает. Несправедливо. Спасибо. Ну, огромное спасибо, Юрий, за такой очень живой, я бы так сказал, вопрос, да, за живые формулировки. Кстати, по поводу вот этого «кто-то» в это время, да, по поводу этих «кто-то» у нас были и в студии, да, и раньше, и сегодня, я так понимаю, у нас были, есть и будут специалисты, которые юзают роботы, да, которые пользуются этими роботами. Ну, давайте послушаем мнение моих гостей. С Лешей начнем, да, Леша, давай. Ну, он в любом случае, да, непосредственно имеет отношение. Скажу честно, ничего не вижу плохого в роботах, потому что за ними стоят люди, это обычные алгоритмы, которые просто систематизированы. Если вы считаете, что проблема в роботах, то в первую очередь нужно посмотреть, может быть, что-то вы неправильно делаете. Говорить о сверхприболи я бы тоже не стал. Есть люди, которые торгуют и руками, не зарабатывают. Есть люди, которые зарабатывают. То же самое и касаемо роботов. Это, скажем так, не совсем было бы корректно говорить о том, что вот человек пришел, нарисовал систему, она у него 100% прибыльных сделок сделает, безусловно. Мне больше, извините, мне больше нравится такая история. Человек пришел, да, учиться, потом, ну, там, поучился, может, потом или надоело ему. Вот, ему кто-то сказал, в интернете робота можно купить, его поставить. Он покупает его, да, там есть объявление такое. Продаю торгового робота 1000% в месяц прибыли. 15 долларов. Он покупает за 15 долларов. Робота его настраивает, и все. И вот она, жизнь удалась. Вот такая вот забавная бывает еще история. Ну, это, конечно, все в кавычках. Леш, извини, я тебя перебил, продолжай. Поэтому в данном случае я бы хотел именно преподнести так ситуацию, что роботы, они всего лишь создают, а, ликвидность, и особенно вот на рынке Форц. Если посмотреть на рынке акций, то я вижу, по крайней мере, роботов, которые работают спред и арбитраж. Все остальное, безусловно, торгуется по большей степени руками. Если рынок дериватива взять, то особенно там опционы, либо наш многими любимый контракт РТС, то там, безусловно, там подавляющее большинство торгуют роботы. Ну, то есть ничего плохого ты в этом не видишь? Ничего плохого в этом не вижу. Ну, вот хотелось бы сказать, что можно, если роботов убрать, поссориться с биржей, потому что биржа постоянно идет по пути увеличения, значит, объема. Дня. Дня вот этого, да. И сейчас уже получилось, что ликвидность размазалась. Это любимая тема, как Алексея Труняева. Она размазалась по всему дню. И, в принципе, это уже безобразие, потому что в конце дня сидишь, вот сидишь, и ничего не происходит. Да-да. Если убрать роботов, боюсь, будет все еще намного более печально на этой площадке. Поэтому какая-никакая ликвидность нужна, и вот в этой ситуации роботы поддерживают. Да, важные роботы. Хотя я, честно, вот честно скажу, в общем, я не верю. Я верю в робитражных роботов тоже, да, но вот вообще я не верю, что роботы на бестрендовом рынке могут устойчиво приносить прибыль. На бестрендовом. Ну, то есть ты имеешь в виду, что сложно создать алгоритм, да, который даст команду, там, торговать в диапазоне в том же самом. Сложно. Дело в том, что характер рынка меняется. Хотя вот я тут был на съезде скальперов, жалуются, что уже четыре поколения скальперов только приспособятся к рынку Баха и ведет вынос с рынка. Да, поэтому примерно такая же, что рынки меняются, надо пересчитывать, все время следить, адаптировать. Знаете, мне кажется, интеллект человек, он более гибкий. Это безусловно. Я где-то, я где-то, нет, не читал, да, мой бывший коллега, он очень любит статистику, и вот он какой-то, значит, в этом случае оценивал итоги конкурсов, итоги конкурсов. И сравнивалось, собственно, да, механический подход, ну, начиная просто от неких торговых систем, заканчивая автоматизацией процесса, и мне понравилась фраза, он называл это творческий подход. Это то самое, вот о чем мы говорим, да. Это некий, ну, механический тоже, да, человек руками, назвать, ну, у него есть система, и плюс интуиция, или там гибкость. Да, 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 вот идет сейчас ЛЧИ, да, вот ЛЧИ, конкурс, да, вот я знаю одного победителя ЛЧИ, не хочу говорить, это достаточно известный человек, у него запущена масса высокочастотных роботов, какие-то хорошо ложатся, какие-то плохо на текущую ситуацию, потом, значит, в конкурсе, в конце, значит, вот это, вот это, это мои. Это мои. Ну, что такое? Ну, на самом деле, опять-таки, да, ЛЧИ, ну, нельзя, да, говорить о том, что вот этот человек успешен на рынке или не успешен после того, как он победил в конкурсе. Три месяца, да. Он успешно может привлекать, может быть, средства управления после этого. Во-во-во, то есть, ну, да, да, совершенно верно. Вот он там соревнования победил, говорит, о, наверное, способный, давайте дадим ему денег. Он раз через полгода их слил, вот вам, пожалуйста, ЛЧИ. А ты слил, вы зря сказали, вот, придачи до 18 лет. А, я прошу прощения, кончились деньги. У него через полгода кончились деньги. Так, хорошо, спасибо за ответ, Юрий. Вот, собственно, это было адресовано вам прежде всего. Ничего плохого, подрежюмируя, мои гости в роботах не видят, но я с ними соглашусь. Я с ними соглашусь. Продолжим наш разговор, говорим, давайте так, уже не просто о каких-то временных перспективах, давайте конкретные вехи, конкретные даты отметим, что в ближайшее время ждать, ну, если это что-то не создаст, долгосрочно тренда, долгосрочного движения, то как минимум опять со спекулятивной точки зрения, да, увеличит волатильность, да, и какой-то пинок даст основным финансовым рынкам. Вот на этой неделе, в частности, Андрюш, что у нас там важного случится? Ну, на этой неделе, значит, данные по безработице в США в пятницу особо важны, и также заседание ЕЦБ, о котором Алексей, кстати, уже остановился, речь о Бернанке, как он будет, как уж вертеться, потому что данные, которые дал Евростат по безработице, показали рост до 11,4%, да. То есть... Речь о Небернанке, наверное, так говорился. Да, Небернанке, да, Драги. Драги, да, Марья Драги, вот, и поэтому мне просто интересно, настолько будут сильные словесные интервенции ЕЦБ. Четверка, Алексей? Я буквально одну ремарку сделал насчет безработицы, чтобы люди, которые как раз передачу сейчас слушают, попытались немножко зайти в детали. Вот если посмотреть, общая безработица, да, она растет, но за счет каких она стран растет? Италия, Испания и Греция. В Греции выросла безработица месяц к месяц на процент. И когда вы считаете... В Испании на 1,7%. Вот, и поэтому как раз они-то и тянут общую безработицу. А если взять остальные страны, Германия и страны Бенеликса... То есть взроспад. В взроспад. Австрия отдельно, я понимаю. В взроспад еврозоны, что ли, выступает? Нет, я именно к тому говорю, что все-таки здесь нужно смотреть им по компонентам. Да, общая безработица растет, но в той же Германии, Австрии, все стабильно. И поэтому здесь у Марио Драги единственная есть возможность, о ней уже не раз говорилось, это попытаться запустить эффект мультипликатора через эти структурные проекты. То есть мы строим дороги, подрядчики у нас все местные, рабочая сила у нас вся европейская, все производство, делаем заказы стали и всего остального, все европейское. Вот она, новые рабочие места. Это очень важно, потому что если, например, будет турки строить эти дороги, эффектно-мультипликатор не получится. Алексей, я хотел сказать, что не все можно решить вот такими путями, строя там мосты в никуда, как в Китае понастроили. Потому что я вернулся из Каталонии, из Испании. Ты рассказал, там же есть города пустые. Нет, это раз в другом. Я просто хочу сказать, что в Каталонии нет пустых городов, там страшный сепаратизм. Все вывесили флаги. Говорят, мы доноры Испании, мы столько-то пришли. И мы хотим отделяться. Там уже референдум собрались смутить. И мне кажется, это тоже влияет. И так же, как то, что информацию, которую вчера передали, о том, что Испания может экстренно запросить помощь на этом фоне. На фоне этих трех наводнений, которые там были, в Мурсии. И это тоже тянет. Тема такая, извини, Испания не Греция. Все-таки испанцы, ребята, горячие. Греки, если они как-то там смиряются, соглашаются, идти сразу раз и на улицу. Одну маленькую ремарку насчет безработицы добавлю. Это то, что сейчас в связи с кризисом очень стало много серой безработицы. Особенно нерепрезентативно считать безработицу среди молодежи. Если вы приедете на курорт покататься на лыжах в ту же Андорру, вы увидите, что весь обслуживающий персонал это молодежь из Испании и Франции. Они получают заработную плату и, возможно, тратят ее на территории своей страны. Но в состав рабочей силы они не входят. И как раз путем инфраструктурных проектов, если вы вспомните Испанию, на чем Испания поднялась? На переносе производства и на буме недвижимости. Недвижимость. Когда строились аэропорты. В прошлом году закрылось 42 аэропорта. Безусловно, Китай идет тем же путем. И рано или поздно мы придем к тому, к чему должны прийти. Но Китай, исходя из того, что он должен поднимать средний класс, он будет строить все, что угодно. Он будет пытаться стимулировать внутренний спрос. То есть даже в никуда, да, как Андрюша заберет? Безусловно, это путь в никуда. Безработица, это вообще тупик. Безработица, то, что вы не считаете, ну да, да, статистические какие-то погрешности, я согласен, да. Но с другой стороны, показывали тут недавно по телевизору демонстрацию на площади реставраторов в Лежбово, Лиссабоне, да. Как раз там биржа труда находится, на этой площади реставраторов. Не случайно они там вышли. А почему происходит это все? Потому что эти правительства, Португалия, Испания, они сказали, затяните пояса, вот, затяните пояса по ту же, скоро выходит. Они затягивают, затягивают, режут госрасходы. Там в Испании приняли пакт, что люди, которые старше возраста, они будут как бы спокойно увольняться. Раньше их нельзя было уволить. Да, ну, многие вещи. И масса недовольных, которым надоело затягивать пояса. Значит, все-таки с безработицей не так все хорошо, если на площади реставраторов там такие толпы выходят. Никто не говорит, что все хорошо. И поэтому, если это все интерпретировать на финансовые рынки, то, безусловно, сейчас как раз вот у нас война двух стихий. Монетаристы против реальности, которая у нас есть. Кто победит, это вопрос времени. Если говорим об индексе ММВБ, я думаю, потолок в этом году это 1560 пунктов по индексу ММВБ. Ниже, опять же, для меня видится пока уровень там 1380-1350. Вот этот вот диапазон откуда вот. Как раз из-за того, что до конца года монетарные стимулы все выкинуты уже на рынок. Ну, уже невозможно что-то новое придумать именно до конца года. Остаются две интриги. Выборы, фискальный обрыв. Была шутка, извини, какого-то американского аналитика. Он говорит, ну что, QE3 закончилась, надо QE4 вводить. По-моему, это не шутка. Это не шутка, да? Это не шутка. Нет, он так это представил, что это он пошутил. Понимаешь? Но, тем не менее, это так. Все, QE3 уже вот, пожалуйста. Ничего не работает. Мой взгляд, он похожий, да? Но я придерживаюсь отметки 1620, как настоящий мужчина. Я не могу отступать. 1120, даже если этого не будет, ты как мужчина должен сказать, что будет. Погибнуть, как самурай. Конечно. Значит, ну, если более серьезно, то вот отметочка 1510, там примерно заканчивался, 1510, да, заканчивался прошлый год по индексу МВБ. А с 1500, 1510. Пробьем, пойдем на 1540, немножко усиливать, вот. А поддержка идет на 200-дневный средний, 1440. Мы отразились 38. Ну, мы на ней были летом-то, собственно. Вот сейчас вот, если мы пробьем поддержку, значит, наверное, все, а-ля-у-лю. В общем-то, и так и будем работать. Как зайчики-побегайчики, будем прыгать по рынку. Ну, этих животных, я помню, да, они твои любимые. Любимые, да, да. Все это до конца года, я так понимаю, правильно? Да. Потому что прогноз может быть сейчас только вариативный, по-моему. Ну, это понятно, да. Нет, мы жестко, естественно, не привязываем завтра, послезавтра. Но металлурги будут лучше рынка. Да, да, нет. Это святое. Я вообще думаю, что многие наши слушатели уже галочку себе поставили, потому что металлурги будут лучше рынка. Об этом сказал Андрей Верников. Мы сейчас слушаем новости традиционно, а потом будем заканчивать и смотреть, что в сухом остатке. Ну, что ж, уважаемые слушатели, последняя часть нашей программы в эфире «Сухой остаток» на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Будем подводить итоги сегодняшнего разговора. Традиционно мы говорим о перспективах финансовых площадок. В гостях Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу. Инвестиционной компании «Церех Кэпитал Менеджмент» и Алексей Рыбаков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Трейд Портал». Телефон в студии, куда вы можете позвонить и задать свои вопросы 6510-996, код Москвы-495. Ну, и существует сайт компании «Финам-ФМ», где свой вопрос вы можете опубликовать. Продолжаем разговор, живой и острый разговор о том, что же нас ждет в ближайшее время. Ну, в частности, об индексе ММВБ мы поговорили. Это очень радует меня. Но меня также, я думаю, всех наших слушателей порадует, если, уважаемые гости, мы с вами нарисуем картину А. Сырье, прежде всего, да? Нефть. Б. В рубле. Ну, может быть, валютный рынок в целом, если захотите. Потрогаем мы, да? И пытаемся, попытаемся, точнее, понять, какие движения вот, собственно, в этих инструментах ждать в ближайшее время. Тем более, что, ну, это уже больше для слушателей, чем для вас. Тем более, что не секрет, да? Что движения на российском рынке во многом определяются именно этим. Сколько стоит сырье? Андрюш, давай. Сырье стоит, сколько стоит. По какой оно нужно, да? Что обратите внимание, что у нас биржевых быков немножко развели. Был диапазон на бренд 112-116, потом было пробитие наверх, которое оказалось лже-пробитием. После чего несколько расстроились и пытаются обратно все время вползти в этот диапазон 112-116. И у них есть шанс в последний диапазон, но один из таких шансов — это начало операции Израиля против Ирана, да? Которая может быть, но уже после выборов в США. И вот хотелось бы обратить внимание, слушатели, что в последнее время обе стороны стали необычайно миролюбивы. Вот. Ну, как последний? Последний сколько? Ну, месяц. Особенно две недели назад или десять дней выступал премьер в ООН, значит, событий. Обычно он очень сильно костерил, значит, Израиль. Сейчас он очень воздерживался. То есть, очевидно, что эти обе стороны перед началом военной операции, они хотят нарастить политический капитал и выступить в роли голубей. Но потом, слушай, чего эту военную операцию... Ну, вот видите, у нас нет ядерного оружия, мы верим. Вот. Поэтому я особо не удивлюсь, если ударят, так сказать, уже в конце года, где-нибудь в декабре, будет удар военный по ядерным объектам. Что он решит? Это вопрос 25-й. И вообще вся ситуация на рынке разбалансируется. Просто разбалансируется, и мы не можем представить скачи, которые могут наступить в этот момент. Ну, то есть, именно скачки, да? Вы будете ждать именно скачков? Да. Пока не в слаба, но когда будет военный удар, то я не знаю, что будет. Леш, твое мнение по этому поводу. Я не военный эксперт. Конечно, ситуация очень сложная. И, опять же, пока я вижу диапазон по нефти, их два, это 110-116 и 110-102. Я точно знаю, что на уровне 100 за марки Brent, вот в этом диапазоне плюс-минус 2 доллара, будут вставать в лонг фонды и будут работать на повышение. Если мы перенесем и посмотрим на напряженность, которая возможна и будет нарастать, то, опять же, для тех людей, кто сейчас слушает, и для нас это будет хорошим возможностью либо зайти в этот поезд, либо, наоборот, дождаться, пока это все отрастет, и уже вот на хороших уровнях пытаться сыграть на понижение. То есть, в любом случае, гадать сейчас по поводу Израиля и Ирана, это очень сложно. Я думаю, ни один человек корректной информации не предоставит, потому что очень много факторов, как из-за и против этой войны. Поэтому ситуация достаточно с нефтью сложная. Пока вот у меня два варианта, это вот диапазоны, которые должны отрабатываться. Ну, это очевидно, да, мы не можем, так сказать, в данном случае какими-то оракулами выступать. Будет, не будет, да и не надо этого делать. Но, тем не менее, напряженность на Ближнем Востоке очевидна. Именно она сейчас, да, в какой-то степени поддерживает высокими ценами на нефть. И есть опасность, ну, во-первых, есть вероятность, что до 6 ноября, до выборов президента Соединенных Штатов Америки ничего не изменится. Да, потому что Обама, он очень не любит, так сказать, вот Израиль, это позицию Израиля, вернее, не саму Израиль, а позицию Израиля. Поэтому они хотят дождаться республиканцев. Как минимум получить одобрение, как минимум. А может быть, какую-то помощь гуманитарную, правда, а не военную. Они, это кто ты видишь, Израиль? Израиль, да, гуманитарную помощь, да. Вполне возможно. Вполне возможно. То есть вопрос этот висеть будет, как минимум, до 6 ноября, а потом, да, помимо того, после того, как выборы, да, как все там разрешится, ну, я имею в политической, да, ситуации Штатов, тогда уже... Рванет, и вы нас снова позовете, и мы вам с задним числом все объясним. Ну, как обычно вы и делаете. Как обычно, да. Конечно. Есть вопрос от слушателя. Слушатель Максим спрашивает. Ну, вопрос большой, я выдержку некую, значит, возьму. Когда наши трейдеры, говорит он, будут больше внимания уделять внутренним экономическим показателям. Ну, это, кстати, вот опять в тему, да, на что реагирует отечественный рынок, прежде всего, это на сторонние факторы, Леша. Рынок облигаций очень сильно зависит от внутренних факторов. Если говорит рынок акций, то, к сожалению, после 2008 года наш рынок, он не самодостаточен. Сейчас нет таких крупных финансовых потоков, которые могут прийти на рынок акций и как раз работать как фундаментально, так и внешне. То есть, я думаю, что многим бы хотелось, чтобы, когда отчитывается компания Аэрофлот, и отчитывается хорошо, эта бумага хоть как-то реагировала. А то вот это вот ждешь годами, когда что-нибудь стремится. А то и весь рынок, да. А то и все мировые рынки скажут. Нифига, Аэрофлот-то как в России. Все, это позитив. Да. И поэтому вот как раз, я думаю, многим бы этого хотелось. Но вот сейчас реалии таковы, что только рынок, денежный рынок, рынок долгов, он хоть как-то реагирует на новости, которые приходят с российского, с внутреннего. А все остальное, к сожалению, мы пока ведомые. Ведомые, да. Но это не обидно, я думаю. Есть несколько моментов, о которых мы не успеем говорить, но один из моментов недоступность качественного анализа фундаментального для рядовых инвесторов. Недоступность качественных данных. Вот недавно студенты провели в Школе экономики сравнение разных платформ фундаментальной анализы. Просто набили в табличке Excel, да, и даже те, которые платные, ну там они будут называть в компании, да, а там выявились расхождения, за что люди платят информацию. А если они платят за такую паленую информацию, вот, естественно, нет никакого доверия ни имитентов к этим данным, которые дают, ни инвесторов. И второй, характер рынка. Вот мне близка точка зрения профессора Абрамова из Школы экономики, что через 3-5 лет характер рынка изменится в пользу долгосрочных инвесторов, а не зайчиков-бегайчиков, в общем. А зайчики это будет ругательное слово уже к тому моменту. Да, и мы его из эфира вырежем. Да, и через 35 лет... Сейчас пока можно. Я думаю, вот он правильно мыслит, когда тупиковость этого зайчика пути будет показана, вот через 3-5 лет мы увидим другой рынок, и анализ фундаментальный, и показатели будут... Извини, пожалуйста, я не хочу спорить с тобой, и тем более с профессором, или наоборот, с профессором, и тем более с тобой, да, да. Но, тем не менее, что значит изменится? То есть сейчас вот время спекулянтов туда-сюда, зайчиков, да? Да, да, да. А потом мы увидим просто тренд какой-то, да, долгосрочный, и это мы будем понимать, что вот это время инвестиций, так, что ли вы? Да, да, мы должны с вами понять, что в Америке тоже цикл разочарования и эйфории к фонду Малинку занимал 10 лет, ну, примерно десятилетия, да, вот, занимают. И вот процесс разочарования и отток денег из ПИФа, который сейчас наблюдается, этот процесс не одним годом и месяцем закончится. Начнется новый цикл, значит, когда будут пенсионные деньги работать, да, тогда будут совершенно другие механизмы, и все нормально, будем смотреть отчетность аэрофлота. И еще один очень важный момент, который, безусловно, будет негативно влиять, это отсутствие ликвидности во втором и третьем эшелоне, и, конечно, очень грустно, когда покидают бумаги, и очень хорошие, с биржи уходят бумаги, очень интересно, тоже взять полиметалл, полюс золота, вот, недавно ушли силовые машины, Ковровский механический завод, силовые машины, просто потрясающая компания, но вот теперь ее не будет, и вот представьте, вот захочешь ты заняться фундаментальным анализом и куда идти, открываешь лист, а там тишина, да, и вот и будешь так всю жизнь Газпром и Сбербанком торговать, к сожалению, вот это суровая российская реальность. Да, да, по сути, у нас выбора-то нет, в большом счете, конечно, конечно. Отсутствие ликвидности, оно дает о себе знать и спреды. Но цикл притока-оттока занимает два года, поскольку у нас с июня позапрошлого года уже, да, то, может быть, в мае-июне следующего года мы выйдем на цикл притока средств. По статистике, полтора-два года занимается... Ну, это не приток, это не прилив-отлив, правильно? Это не лунные там какие-то, это от чего-то должно зависеть, что за цикл такой? А к тому моменту, вот сейчас многие говорят об отставке нынешней премьеры, ну, просто есть такие разговоры и в сети, там, и в интернете, да, вот, кто будет следующим премьером, если, не дай бог, конечно, мы все любим... Вот, то есть какие-то... Сейчас вот тупиковость новой экономической модели всем очевидна, сколько нефть не будет, что есть. Это да. Так что будут какие-то неординарные шаги, которые мы даже сейчас не можем о них рассуждать, по-моему. Это да, это да. Ну, опять-таки, мы не скатываемся в гадания какие-то, не нужно этого делать абсолютно. Нет, не будем. Хорошо, давайте будем потихонечку закругляться. Тем не менее, как это и не странно, извините уж, да, коллеги, для меня, и тем не менее, я услышал ответ на главный вопрос в сегодняшней программе. Когда финансовые рынки созреют для серьезного движения? Вот вариант Андрея, когда структурно изменится, правильно я понимаю, подход именно к финансовым рынкам? Ну, вот позиция твоего профессора и твоя. Да, когда на рынке не будут скальперы, как сейчас приходят в компанию, только скальперы приходят, и все, никого они больше нет. Нет, подожди, потому что их только скальперов приглашают. А в госсрочных инвесторах нету, потому что еще те не успели эвакуироваться с ПИФов, и они говорят своему соседу, да ты что, дурак, что ли? Куда ты идешь? Сейчас, да, только скальпером дорога открыта. Ну, так вот, видимо, это так. Финансовые рынки созрели для серьезного движения, когда, ну, мы говорим о фондовом рынке отечественном, когда у нас структурно все-таки, да, произойдут существенные изменения, в частности, эти изменения наверняка, да, позволят и притоку капитала пресловутого прийти на рынок, потому что сейчас, ну, не идет серьезные деньги сюда. А о чем можно говорить, если их серьезных денег нет? Вот и гоняют туда-сюда эти, кто там, роботы, не роботы. И тогда ваши машины всякие тоже вырастут. Машины, машины. Силовые. Силовые машины. Во-первых, они вернутся, да, Леша. Еще денег займут на них. Да, 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 они еще, да, дополнительный объем принесут, да, и вперед из песни. Ну, то есть есть, есть позитив, и это главное. А в нынешнем, в нынешних реалиях, как минимум, до выборов, значит, наверное, все-таки это у нас средний срок, до конца года, до выборов краткосрок, до конца года средний срок, мы увидим примерно тоже, вот по мнению моих сегодняшних гостей, что видим и сейчас. А именно это движение в неком, может быть, более широком, нежели сейчас, но тем не менее, в диапазоне. Мы киваем, вы нас не видите, но мы киваем. Да, 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 слушателям сообщаю, вы не видите гостей, но они усиленно кивают, Андрей, вот, смотри, чтобы голова не закружилась у тебя. И не кивай, когда пьешь, это может плохо закончиться. Ну, так вот, значит, мы наблюдаем с вами в ближайшее время, скорее всего, движение в диапазонах. Кстати, Леша вот и стратегию краткосрочную предложил, на самом деле, да, и Андрей с ней согласился, зайчики-побегающики, и вот то самое, о чем мы сегодня и говорили. И короткие, и длинные позиции в краткосрок, да, нижние границы диапазона, верхние границы, других, видимо... И мы помирились, в конце у нас контры были, а потом... Подожди, подожди, нет, я скажу, когда мириться, потому что сейчас еще время другое. Значит, я, прежде всего, да, давайте, я буду закругляться, я напомню, сегодня в гостях у меня Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу инвестиционной компании Церех Capital Management, и Алексей Рыбаков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании Trade Portal. Мы говорили сегодня о том, когда же финансовые рынки созреют для серьезного движения, ну, то есть, когда будет какой-то более-менее долгосрочный тренд, чтобы мы, как в хорошие времена, ну, я, видимо, там, четвертый год вспомню, пятый, да, когда все росло-росло без остановки, когда мы в хорошие времена сможем войти хорошими деньгами и, соответственно, на этом заработать. Но пока эти времена не пришли, кстати, по объективным, по субъективным причинам, сейчас рынки двигаются, движутся в узких диапазонах, и мы будем это дело отрабатывать. Главное, что жена не спросит больше себя, где деньги, потому что я знаю теперь, как работать, я буду скальпировать, я буду работать в диапазоне. Ну, а теперь внимание, дорогие друзья, вот я вижу сейчас, как братаются мои сегодняшние гости, они немножко другому поспорили, пожмите друг другу руки. Я благодарю вас за внимание, вот, великолепно. Слышно, да? Целоваться не надо только. Благодарю за внимание, уважаемые слушатели, всего хорошего, успехов на рынке, счастливого. Удачи. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.